добрый день дорогие друзья сегодня 24 февраля 2020 года вы на канале питомника марини стик и я всех 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 поздравляю с первым днем масленицы желаю всем крепкого здоровья любви счастья мира вашему дому и всего самого самого наилучшего и отвечаю на вопрос моих подписчиков почему так мало снимаю малышей новорожденных такие коротенькие видео все дело в том что нашим девочкам всего лишь 8 дней они очень очень еще маленькие и мамочка у нас очень переживает за своих деточек это ее первые малыши она первородящие некоторые роженицы вообще очень странно себя ведут когда у них появляются первые детки они еще вообще ничего не понимают нервничают и я стараюсь просто как можно меньше беспокоить мамочку потому что если малыши вот видите да два две девочки у нас активно сосут молочко одна девчонка уползла в сторону вот сейчас она может заплакать и в этот момент мамочка начинает очень нервничать и переживать она буквально бедняжка старается от них не не на секундочку не отходить даже когда я очень хочется покушать или попить я стараюсь сразу и все мисочки сюда в эту ее лежанку в которой она находится с малышами потому что она выбегает в комнате у меня стоит тут для нее конечно еда и вода но как только она пытается попить или покушать кто-то тут запищит вот так вот отползет в сторонку заплачет она тут же прекращает кушать пить несется обратно к своим деткам такое поведение для рожениц вообще естественно и нормально и первую неделю они буквально даже пописать покакать я ее принудительно заставляю выносить из этой комнаты приходится собаку потому что в комнате где новорожденные щенки роженицы не ходят в туалет несмотря на то что здесь стоит ее туалет в крайнем случае если очень не утерпеть она может спуститься но они считают что вот комната со щенками это их гнездо а в гнезде они гадить не будут поэтому снимаю вот с позволения нашей мамочки что называется сколько она мне позволяет вот так потому что вы видите даже при взвешивании если я беру щеночка на руки она сразу и к весам лезет и собственно сразу бросает этих детей бежит куда же я взяла ее ребенка ну просто не хочу доставлять стресс роженицы поэтому как могу так делаю видео насколько они короткие или длинные тоже насколько позволяет мне ситуация в тот момент когда я провожу видеосъемку так как две девочки о которых сегодня ежедневная конечно как положено с 7 до 8 вечера каждый день я взвешиваю делать девочек и две девочки подписчики моего канала видят уже по видео они более толстенькие более крупненькие а одна у нас девочка малышечка моя идет не фокусируется и вот эти толстушенькие девочки они более спокойные видите вот они вот так насосались от ползли вот туда в сторону и спят а малышечка которая у нас совсем крошечная она без мамы но просто вот секунды не может понимаете вот она сосет она там насосалась она сытенькая мама ее помыла она довольненькая жизнью но спать она должна в снимку с мамой ооо мама легла на маленькую да маленькая скажу что я мама на меня легла безобразие скажу челе безобразие в доме вот то есть вот эта крошечка она маме не дает вообще ни секунды покоя если даже вот мамочка их кормит она же тоже устает в этой позе она то на одном боку лежит то на втором то сидит в какой-то позе чтобы они все могли присосаться то намывает то еще что-то она устает и тоже затекают у нее ручки ножки она хочет выйти из этого лежака и лечь спокойненько растянуться на кровати рядом со мной у нас лежанка стоит в моей комнате где я сижу у компьютера прямо на моей кровати извиняюсь за такие интимные подробности наши вот тут вот я сижу у компьютера загружаю для вас видео отвечаю вам на ваши комментарии здесь у меня вязание подсветочка если мало ли что чтобы я могла посмотреть что ребятки расплакались мы вот на моей кровати вместе проводим тут и день и ночи с мамочкой с этими щеночками потому что очень часто вот именно такие моментики происходят когда малышка откатывается от мамы в другую сторону а двое например сосут в этот момент мамочку и мамочка начинает скулить то есть она хочет чтобы эта малышка вернулась к ней к сисеньке но эти два сосут и мамочка начинает скулить плакать тогда я просто беру и пододвигаю вот эту убежавшую толстушку к маминой системам успокаивается видите она успокоилась расслабилась и совершенно спокойно лежит в этот момент девочки кушают кто хочет кушать одна девочка ведь у нас путешествовать любит но вот эти две толстушки они вообще путешественники они постоянно по всему лежачку это у меня вот мне очень нравится вот такие вот лежаночки лукошки они закрыты с высокими бортиками щенок отсюда не вываливается и очень долго они у меня находятся вместе со мной на кровати потому что здесь тепло никаких сквозняков здесь светло у меня рядом окошечко и вот тут они у нас цветочки у меня растут на окошечке вот здесь мы проводим в принципе большую часть своего времени я провожу с роженицей с малышами светло тепло контролируем опять-таки температуру важный момент новорожденные щенки до возраста 7 дней сами не держат температуру то есть их надо собственно если вы мало ли вот бывают такие ситуации что роженица родила и к примеру произошло вот ну всякие трагедии в жизни бывают это жизнь роженица погибла у вас остались новорожденные щенки их всегда держат на каких-то грелочках они не держат сами температуру они первую неделю у них температура самостоятельно не держится поэтому в комнате когда мы растим щеночков но у меня такая ситуация что во всей квартире в моем доме всегда круглый год у нас поддерживается температура 25 26 27 а для щенков вот таких новорожденных первую неделю это температура от 27 28 до 30 поддерживаю эту температуру очень просто у меня вот здесь вот рядом с кроватью на стеночке где находятся собачки вот такой тепло обогреватель вот эти розочки это доброе тепло я показывала я улиточек так своих тоже подогреваю когда бывают такие вот зимы или не дай бог там знаете бывает авария там зимой на теплосети отключили центральное отопление в комнате становится холодно в связи с тем что у меня много собачек и щеночков которые бегают по полу я всегда боюсь каких-либо теплообогреватели они у нас есть только в комнате со щенками я боюсь их включать щенок маленький он может перекрызть провод его может ударить током он может обжечься об этот вентилятор те вентиляторы которые вообще воздухом гонят это может быть и простуда так же как в летний сезон когда очень очень жарко вентиляторы которые гонят холодный воздух вот такие есть приводит легко к простуде даже человека не то что животного поэтому я стараюсь как-то вот всякие такие нюансы учитывать так как в моем доме живет большое количество собачек и они все разного возраста кому-то видите надо очень тепло кому-то жарко и он начинает ложиться на пол поэтому меня очень сильно выручают пеленочки многоразовые которые я использую как туалет они четырехслойные теплые и нижняя часть этой пеленочки она не пропускает вот влагу то есть когда моим собачкам жарко они из таких лежаночек с удовольствием пользуются этими пеленочками просто как подстилочками и все-таки это уже получается она не совсем на полу лежит собачка мне так спокойнее ну я надеюсь я ответила на вопрос моих подписчиков почему так мало и такие коротенькие видео про щеночков девчонок сегодня будем взвешивать будем продолжать наблюдать как они растут и развиваются вчера подписчики моего канала уже увидели какие у нас интересные изменения девочка которая родилась вот это в пятнышках больше был у нее вес при рождении теперь уже начинает ее сестренка которая рождена была меньше перегонять вот так они по-разному растут и развиваются и если вам интересно вместе с нами посмотреть чем же это все закончится какой же все таки будет вес у этих девочек когда они подрастут и повзрослеют для этого именно я и делаю этот видео дневничок чтобы это было все очень наглядно и познавательно и для кого-то возможно это будет интересно и не только интересно но и полезно для тех кто растит щеночков или кто потенциально хочет приобрести щеночка и всегда задает вопрос а вот скажите пожалуйста какого веса во взрослом возрасте будет этот щеночек давайте все вместе просто узнаем потерпим подождем время летит очень быстро малыши растут очень быстро и мы просто увидим какого веса он будет и какого размера когда подрастут вот эти вот крошки малышка за которую больше всех переживают все мои подписчики которых я очень люблю и уважаю которые вот уже очень много моих подписчиков стали мне настоящими друзьями многие из моих подписчиков стали владельцами моих щенков и мне это очень приятно мы как одна большая дружная семья которая может вот так вот общаться ежедневно и в комментариях и в видео несмотря на то что нас могут разделять с вами большие расстояния мы можем жить не только в разных городах но даже в разных странах и тем не менее общаться с вами в живую вот можно сказать в прямом эфире все мои видео я повторяю я их не монтирую поэтому иногда вот сегодняшнее предыдущее видео резко обрывается в тот момент я даже не успела попрощаться и не знала потому что вот у меня бывает чуть чуть камеру я двинула не сфокусировала и она сама прекращает записывать но мои видео живые без монтажа я все что я говорю и комментирую эти видео я не продумываю не записываю на бумажку поэтому да бывают у меня в комментариях когда я веду разговорное видео меня кто-то отвлекает кто-то подрался кто-то меня там отвлек я бывает делаю какие-то ляпы оговорки что-то хотела сказать одно сказала другое или сказала неправильно то есть со мной такое бывает бывает очень часто то клички собак перепутают то дату рождения то там еще что-то я перепутаю бывает со мной такое потому что в тот момент когда я озвучиваю видео я вот в большей степени думаю что бы я хотела рассказать вот в целом полезного нужного какой-то информации донести я не составляю никакие конспекты не пишу никакие речи тут заготовленные поэтому я по факту как жизнь онлайн понимаете вот что вижу то и говорю и бывает да вот я что-то начинаю рассказывать хочу что-то рассказать и вдруг в этот момент что-то интересненькое произошло что-то мои собаки сделали я отвлеклась переключилась забыла что говорила до этого на другую тему ну прошу прощения дорогие друзья вот такой у меня контент научусь пользоваться компьютером и начну резать видео будет у меня красивые блоги как у других блогеров когда все подрезано все почищено все озвучено все продумано у меня в общем если честно просто нету такого количество времени чтоб все дети вот все эти видео мало того что снимать это же живое существо я же не могу запланировать когда она будет лежать спокойно когда дети захотят кушать то есть я не могу как-то это все продумать и вот сделать такой знаете видеоблог по заказу моих подписчиков или скажем даже по моему личному желанию чтоб в этот момент собачки вели себя так как мне захотелось и у меня получается красивый блог я поставлю там сценарий напишу на бумажке озвучу это все с какими-то красивыми фразами все продумано нет я так вот как бы просто мало очень свободного времени на самом деле и получается есть время есть минуточка хорошее освещение мы живем в санкт-петербурге у нас на самом деле редко бывает хорошая погода поэтому качество моих видео гуляет очень часто и цвета щенков искажаются именно по той причине что если я включаю подсветку у меня есть специальные лампы они также портят мне искажают цвета собачка выглядит не так то желтит то еще что то поэтому в редкие минуты когда более-менее у нас светло и спокойно и вот у меня есть минуточка поболтать с вами показать вам ребяток я это с удовольствием для вас делаю поэтому не судите меня строго я не профессиональный режиссер и собственно говоря мне никто не пишет сценарий что вижу то и снимаю если вам нравится такой контент нашего канала оставайтесь с нами кто не подписан приглашаем подписаться кто подписан до новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Местик здоровья вам и вашим питомцам смотрите какая маленькая обжорка она все ест и ест и ест и ест катастрофически меньше по размеру чем ее сестра но это ей не мешает кушать кушаю кушаю и лапушками они маму всегда массируют молочко что получаете если малышка вот это вот в пятнышках сестренка сверху не легла мы бы увидели с вами как они двумя лапками в момент когда сосут молочко массируют вокруг сисеньки маме видите животик лапка это чтоб лучше молочко у нас выходить ну так они кушают у нас да 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 сестренка сисю потеряла занервничала да непорядок а малышка сисю не отдает ну вот ну вот наверно папа наш идет с работы пойдем встречать папу мама бросила детей побежала встречать папу